Дыхательная гимнастика Сергей Бондин. Сереж, доброе утро. Доброе утро. У меня сегодня простуда и, наверное, мне тоже не помешала дыхательная гимнастика. Совсем не помешала. А вот почему при бронхиальной астме помогает дыхательная гимнастика? Ну, сначала я хотел бы как-то разъяснить, каким образом происходит приступ удушья при бронхиальной астме. По какой-то причине, неважно по какой, в нижней части легких собирается жидкость. Как правило, это может быть плазма, которая просачивается из крови в альвеолы. Она заполняет альвеолы в нижней части легких. И по причине того, что мы большую часть жизни проводим в вертикальном состоянии. Есть сила тяжести, и все жидкости собираются внизу, стекают туда. Собираются в нижней части легких, в альвеолах нижней части легких. И по мере заполнения альвеол поднимается в бронхи. В тот момент, когда жидкость плазма появляется в бронхах, мозг воспринимает это как какую-то угрозу для легких. И для того, чтобы предотвратить, в кавычках, предотвратить заполнение, утопление легких, он делает, он сжимает легких. Происходит, не легкие, а бронхи. Происходит спазм бронхов. К сожалению, сегодняшняя медицина считает эту болезнь неизлечимой. Практически нет каких-то очень четких таких средств лечения. Есть самое популярное средство – это стероиды, которые несколько удлиняют ремиссию между приступами и облегчают сами приступы. Существуют и вспомогательные средства. Например, как пример, иглоукалывание. Есть специалисты, которые считают, что бронхиальную астму можно вылечить только иглоукалывание. А вот как с помощью? Есть другие средства. Это, например, спелеотерапия. Опускают человека на глубину в шахты, соляные шахты, и там он есть у нас такие… Дышит. Да, дышит. Дыхательные техники. Дыхательные техники. Как они влияют на удлинение ремиссии и облегчение приступа. Значит, мы говорили только что, что жидкости собираются в нижней части легких. И так уж получилось, что в последние десятилетия человек по большую часть жизни проводит на стуле, в кресле, сидячий образ жизни. Когда мы с вами сидим, у нас все мышцы живота и все внутренние органы превращаются в один, как это говорят, в квеч. Один большой мышцы прекращают… Мышцы во время нашего вот такого вот образа жизни, когда мы сидим, прекращают работать. Привыкают не работать, атрофия происходит, они слабеют. В результате того, что эти мышцы не участвуют в дыхательном процессе, в нижней части легких застойные явления появляются. Даже у здоровых людей в нижней части легких жидкости присутствуют, и они не выжимаются, с ними ничего не происходит. Это является питательной средой для всех вирусов и так далее. То есть в этом смысле… В тот момент, когда мы начинаем задействовать, приучать эти мышцы живота участвовать в дыхательном процессе, начинается массирование нижней части легких, выжимание жидкости, поднимание наверх до того, как они приобретают этот критический объем, до того, как они попадают в бронхи в большом количестве, что мозг делает этот, создает этот спас. Объясните… Существует дыхательная техника известного врача, специалиста Бутейко, который говорил, что глубокое дыхание – это дыхание по направлению к смерти, болезнями смерти. Будем считать, что он прав, и не будем… И я считаю, что не надо злоупотреблять глубоким дыханием. Однако работу мышц, работу мышц живота периодически, создавать эту работу, создавать какой-то прессинг на нижнюю часть легких, это не относится к глубокому дыхательному. И на 100% это очень полезно, потому что, во-первых, это очищает легкие, это вентилирует легких, выжимает жидкость в бронхи, бронхи передают в гортань, мы сплёвываем какую-то… То есть суть вашего метода? Это задействовать мышцы живота. Главная наша цель – задействовать мышцы живота. Как это можно достигнуть? Очень просто. Достаточно не использовать мышцы груди. Дышать как бы животом, да? Нейтрализовать мышцы груди. Как их можно нейтрализовать? Я вот нахожусь постоянно, даже в сидячем состоянии, я сижу ровно. Для того, чтобы поднять свою грудную клетку, я вынужден задействовать мышцы грудной клетки. Целую группу мышц грудной клетки. То есть они будут напряжены? Нет, они напряжены. Они напряжены. У меня нет выхода. Для того, чтобы сделать вдох, я вынужден задействовать мышцы живота. Кстати говоря, это приносит ещё очень много параллельных положительных сторон. Спасибо большое. Кстати, научитесь дышать правильно при бронхиальной астме. И это можно сделать с помощью воздушных шариков. И надувать их нужно до тех пор, пока они не лопнут. Удачи вам и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok